Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну опять куча новостей, просто куча. Смотрите, сегодня же 5 марта, сегодня день памяти Сталина, годовщина смерти. И ежегодно проходит какая-то акция у могилы советского вождя у Кремлёвской стены. Её организуют КПРФ. Сегодня... Вообще интересно, вот запретили же партию коммунистическую, да? В своё время Ельцин запретил, но всё равно КПРФ. Ну ладно, сегодня несколько сотен человек пришли, чтобы возложить цветы к памятнику Сталину. О как! Участники проекта декоммунизации Евгений Сучков и Ольга Савченко, выступающие против увековечивания памяти генсека, также принесли гвоздики, потом надломили эти цветы, бросили в памятник. И Сучков выкрикнул, сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей. После этого их задержали, отобрали паспорта и сфотографировали для базы. Отметим, что сегодня главный редактор радиостанции Горит Москва Сергей Доренко обратился к властям с требованием убрать могилу Сталина с Красной площади. Он считает, что таким образом страна очистится от позора, с которым связано имя генсека. Да вообще все это странно, ребята. Сталин. Слушайте, он умер в 1953 году, и я еще тогда даже в проекте меня не было, да? А я уже старый. И до сих пор вот Сталина вспоминают. Сталина. Ах, Сталин. Вот тут Трамп есть еще. Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых рыгот. Он то с Китаем воевал, теперь с Турцией, с Индией воюет. Он всю дорогу воюет с кем-то. США лишают Индию и Турцию торговых рыгот в рамках своей генеральной системы преференций. О, как назвали, да? О, как назвали. Так, вот хорошая новость. Клинтон отказалась баллотироваться в президента США. Ну и слава тебе, господи, Сталинка, она уже и вообще, она как-то... Не знаю, конечно, по сравнению с Трампом, это небо и земля. Вот, я бы за Клинтон шу. Ну, потому что просто хуже Трампа нет никого. Но так она мне не нравится. Это не ее уровень, ребята. Это не ее уровень. Поэтому я сказал хорошую новость. Россия зафиксировала миллионы кибератак из США. Почему не миллиарды? Ну и вот собираются, значит, обсудить с американскими коллегами, чтобы выяснить, кто именно эти ребята, которые атакуют российские IP-адреса. Анатолий Антонов, российский дипломат. И еще вот, значит, он же выступает, он посол России в США. Он заявил, что Москва выступает за возобновление диалогом с Вашингтоном в формате 2 плюс 2. Но они просто больше не умеют считать. В МИДе в российском. Значит, 2 плюс 2. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, речь идет о переговорах на уровне глав оборонных и дипломатических ведомств. Господи, господи. Какие-то ведомства. У несуществующей страны еще и ведомства. Кремль стукнул кулаком по столу. Говорит, США будем на равных. Где-то этот Лаврушкин тут стучит кулаком. Ботинок не снял? Не, не снял. Кулаком стучит. Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, но только если разговор будет строиться на основе равноправия и взаимной выгоды, а не по принципу учителя и ученика. Ну ага. Не дождетесь. Ну а, Мусакыч, как ваше здоровье? Не дождетесь. Не дождетесь. Так. Суд. Заучен арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Он что, в космос улетел, что ли? Заучен на два месяца. Виталия Динсбурга. Объявлен в международный розыск. О, как это хамовничественный суд Москвы. Заучен арестовал, заучен посадил, заучен казнил. Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией. На него смотреть вот больно просто. Вот просто больно. Да, мы-то к этому готовы. На уровне правительства созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. А этот вообще до двух только считает. Все, больше нет. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще. Лукашенко, фраза, да? Отметил необходимость. Дальше в кавычки. Еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать. Ну что, креветки еще. Можно на деревьях, а можно где-нибудь в пещерах выращивать креветки. Ой-ё, Белоруссия. Боже, что мы, когда вы их выкиньте, выкиньте его, этого Лукашенко-то, а? В России могут установить минимальную цену на пиво. Господи, ну других проблем-то нету, да? Ой, за 35 рублей, да, пиво. Ну это смотря сколько, капля. В посольстве России в Чехии обещают не оставить без ответа отказ во въезде в страну сотруднику МИДа. Ребята, когда такое было? Какая-то крохотная-крохотная Чехия запретила сотруднику МИДа ехать в Чехию. Вот и все. Имя не называется. Имя сотрудника не называется. Источник в чешских спецслужбах утверждает, что этот человек сотрудничает с российскими спецслужбами. Чехии не пустила россиянина. А я... Трамп продлил санкции против России. Ну вот он, Трамп наш, да? Подписал сегодня. Действия и политика лиц, это вот его слова, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожает ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности. А также содействует расхищению ее активов. Ну правильно, да, никто разворовали. Донор Трамп, 45-й президент США. Трамп ваш, да, Трамп ваш. Медведев оценил эффективность антироссийских санкций. Многие наши партнеры осознают всю бесперспективность этой линии, сказал Медведев. По его словам, он не может согласиться с оценкой санкций как необходимого ответа. Он также добавил, что главной целью санкций против России было стремление подорвать экономику страны. Ну вообще-то он прав. Нельзя подорвать то, чего нету, да? Можно мост подорвать, например, если он стоит. А если моста нет через речку, как вы его подорвете? Никак. Так, экономика России, господи. Белый дом раскритиковал расследование демократов против Трампа. О, как! О, как! Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новое расследование представителей Демпартии в Конгрессе США является позорным. Позорным, оскорбительным. Бу-у-у-у. Ну ничего, надо его оскорблять. Время пришло. Рос-Драв-Надзор отзывает из обращения препарат Эриспирус. Потому что он содержит вещество фенспирит. Нельзя. В России нельзя фенспирит содержать. Нигде. Так, Крымский мост взяли под охрану десантные катера. Охраняют. Ну, хоть не весельные, то хорошо. Какие-то десантные, быстроходные, скоростные. Ну, охраняйте, охраняйте. Для Украины пригодится потом. Почему в СУОМ скрыл свой опрос о профсоюзе Навального? Я вам рассказывал. Алексей Навальный решил профсоюз свой сделать. Глобальный. Вот. И даже более важный вопрос, зачем он его проводил? Действительно проводил. Действительно. В феврале спрашивали. Хотели узнать мнение россиян о проекте профсоюз Навального. Но не стал публиковать эти данные в отчете на своем сайте. Странно это. Кремль. Достоверность публикации расследования Тройки Диалог оценят финансовая разведка и фискальные ведомства. Вот так вот. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков отказался комментировать данную тему. Ну, они там с этим, с Ралдудином-то все вместе мухают. Конечно, власти Москвы распределились установить в столице мемориальную доску Иосифу Кобзону на Поварской улице. Ну, это правильно, конечно. Ребята, что бы там ни говорили про Кобзона, да? Ну, все, это эпоха, понимаете? Это эпоха. Я родился с Кобзоном. Вот. И сейчас я уже старый. И все с Кобзоном и с Кобзоном. Пускай он хорошо пел. Да, он был. Ну, он был живой человек просто. Конечно, там были скандалы и все такое прочее. Но он хоть пел, понимаете? В отличие от нынешних, где у меня рукавово, от нынешних, от пающих трусов, он хоть, по крайней мере, в брюках выступал. Военный суд в Ростове на Дону приговорил многодетного инвалида-колясочника из Нальчика к 18 годам решения свободы. Якобы он был членом банды, Нальчинский джемаат, и вот они хотели что-то там взорвать. Вот. А однажды вот у него в машине взорвалась граната, и вот как раз он стал инвалидом, глаз потерял и с трудом говорит. Вот. И на иждивение 8 детей, несмотря на это, суд назначил ему 18 лет в исправительной колодец строгого режима. Сам Хохлачев свою вину так и не признал. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано. Ну, не знаю, что там было, но вот вообще-то, не знаю, как он будет сидеть. Это вообще достаточно сложно. А, скоро суды будут трупы сажать в тюрьму. Я не удивлюсь нисколько, вот, ну, нисколько не удивлюсь. Ну, ладно, всё, да, всё, всё. Рассказал, до свидания, с вами доктор Влад. Вот.